Всем привет, меня зовут Константин и это Другая Сторона. Надеюсь, вы готовы окунуться в топ страшных и необъяснимых видео, которые вы не сможете досмотреть до конца. В этом ролике вас ждет подборка страшных видео, на которых призраки и паранормальные были сняты на камеру. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем! Дом напротив Действительно жуткое видео найдено на просторах ТикТок. Автор утверждает, что дом напротив был пустым, но глядя в окно, он что-то заметил. То, что он увидел, заставило его поверить в существование привидений. Посмотрите в окно дома напротив. Видно, что там фигура с длинными черными волосами, которая напоминает девушку-призрака. Многие пользователи отмечают сходство девушки-призрака с Адакой Амамура, которая появляется на проклятой видеокассете в японском хорроре «Звонок». Однако, далеко не все знают, что ее история основана на реальных событиях. Она жила в Японии в начале 20 века и обладала настолько сильными экстрасенсорными способностями, что могла проецировать изображения и слова на фото и видеопленку. А призрак ли это был или хорошо спланированная шутка, решать только вам. ПОМЕСТИЕ ПАЛВЕРД В следующем видео Фрэнк отправляется в одно из самых посещаемых мест с привидениями – поместье Малвер. Первоначально этот дом был построен как отель, но претерпел различные трансформации, служа как дом престарелых и как учреждение для лиц с психическими расстройствами. Поместье Малвер приобрело известность благодаря его истории, касающейся паранормальных явлений. Многие люди подтвердили, что встречались здесь с паранормальными явлениями – это были бестелесные голоса, шаги, стуки. Фрэнк начинает исследование в поместье Малвер в одиночку. Я использую К-2, потому что это пакет у меня здесь. И я хочу посмотреть, что это будет делать то же самое. Теперь... Это креопер? Это креопер. Я думаю, что в этой комнате есть пакет, что у меня была в доме. Может быть, у пациента здесь и... Паплесит. Субтитры сделал DimaTorzok And that toy keeps going off So I'm going to take the toy with me And I want to see if this thing goes off Can you move the ball or pick it up? All I want to do Holy shit Are you messing with me? Is that you? No thanks No thanks You don't want to play with me That's fine Dead You're dead? It sounds like you said no thanks I'm dead I don't want to play with you Я делаю на втором этапе. Я был здесь несколько часов, и я хочу узнать, что будет происходить на втором этапе, поэтому я принесла какие-то вещи со мной. Это кричитый этап. Я люблю этот этап. Это где вы практически слышите большие шутки. Прямо что-то случилось, это где-то будет происходить. Я сейчас поставлю на то, что у меня было несколько раз, и я думаю, что это было в один из моих видео, тоже. Я хочу посмотреть, что это же самое, и я буду закрывать дверь. И я тоже имею в виду, что я буду использовать для инстигации. Hello, could you tell me your name? Who am I speaking with? I know you're here with me in the room, just talk to me and tell me your name. Anna. Who's Anna? The door is open. Hello? Hello? What? The door opened and it looked like it just closed. The door is closed. The door is closed. проверить, с чем или кем это связано, но никого там не находят. Josh! Josh! What the f**k is that? Субтитры делал DimaTorzok Во время расследования можно услышать отчетливые звуки шагов, источник которых Фрэнк искал все это время. События приобретают неожиданный поворот, когда игрушка, которая лежит на комоде, включается сама по себе. Она скатывается, ударяясь о пол прямо на этаж выше над Фрэнком. Сам Фрэнк приписывает все произошедшее к деятельности полтергейста. А вы верите, что Фрэнк реально столкнулся с паранормальной активностью в этом доме? Теннисный матч Следующий клип был выложен Кристианом Геррера, и он утверждает, что прямо в прямом эфире пользователи могли наблюдать призрака на теннисном матче. Полупрозрачная небольшая фигура быстро появляется в левой части экрана и движется. Она исчезает, как только мяч попадает в сету. Было ли это появлением призрака на этом теннисном корте? Или же это все просто сбой в работе камеры? Напишите свои мысли по этому поводу. Первые шаги Следующее видео сначала кажется милым. Маленький ребенок, который только научился ходить, идет к двери и смотрит на свою тень. А затем движется в другую часть комнаты. Вы увидели то, что встревожило автора этого видео? Я решил остаться. На двери материализуется жуткая тень, хотя ребенка уже несколько секунд нет в этом месте. Многие зрители предположили, что дети обладают врожденной чувствительностью, которая им позволяет видеть то, что не видим мы, взрослые. Мог ли ребенок действительно подойти к двери, потому что что-то почувствовал? Похоже, мы никогда это не узнаем наверняка. Годовщина Следующий ролик был загружен девушкой по имени Саванна. Она сняла эти кадры для своего молодого человека, когда они праздновали годовщину. Она просто разговаривает на камеру перед зеркалом, как вдруг происходит нечто жуткое. Слева направо движется загадочная фигура, которая проходит по коридору. Когда Савана это замечает, то оглядывается и паникует, не понимая, что произошло. В своей квартире она никого подозрительного не находит. Зрители шутили, что ее молодой человек таким образом хотел устроить небольшой пран. Другая часть убеждена в том, что это мог быть реальный призрак, который попал на камеру. Диего Диего уже появлялся в одной из прошлых подборок. Давайте посмотрим его новое видео. Данные ролики сбили с толку пользователей. Так окажется, что кто-то играет с Диего, автором этих кадров в прятки. По словам Диего, в своей квартире он столкнулся с призраком ребенка, который хочет с ним поиграть. Давайте посмотрим. В первом видео слышны стуки в дверь, когда Диего ее открывает. Спустя несколько секунд можно увидеть тень мальчика, который быстро убегает. В следующем видео, которое снято на кухне, маленький ребенок сидит за одним из шкафов и выглядывает. Сам автор видео утверждает, что ребенок пропадает, как только он к нему приближается. Снял ли Диего реального призрака или таким образом он просто решил прославиться? ЛАБОРАТОРИЯ В следующем видео, ютубер со своим другом Домиником отправляется в заброшенную лабораторию в поисках паранормального. По легендам, это здание имеет темную историю. А бывшие сотрудники рассказывали о мучительных экспериментах, некоторые из которых оказались смертельными. Примерно в 4 утра Дени и Доминик идут в лабораторию, чтобы провести свое расследование. Спустя некоторое время они обнаруживают кровать, предположительно принадлежавшую сотруднику лаборатории. Они установили специальное устройство, чтобы пообщаться с духами, которые могут тут обитать. Поехали. Камо, чекуji, та постель выбрует, где был. Їи то видят? Она се heйбе, камо. Камо, та постель се уплнє зблазнил, vole. А камо выбрует целý ten roщ с тим přístроем. Йест. Камо, дяш си хр... Камо, та постель се heйбла. Лиди, víте, то там са... Чупитко. Вониме, ровнє, жио? Камо, она шла ke мне, vole. Камо. Камо. Ты кралу, окей, дякую за знание. Так же, виме, че ты с нами. Маме одећт тетто містності прић. А неча ти твуј клит. То, оно. Зкус се нам знову пројвит. Ты кралу, то си јаш, пртил. Камо. 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 Каму. Это была сейчас жидка? Да. Видели, что это летит? Каму, что жидка с нами хранит? Продежься нам, если ты тут... Доткнись от этих пластиковых. Скучай с чего-то походить, чего-то посунуть. Каму, это жидка с собой, каму. Каму. Я бы с ним дал... Каму, я бы шел до этого рады дали. Я таки, каму. Каму, чеку-чеку-чеку-чеку-чеку-чеку-чеку. А та жидле с факкингла, где был? Где ты видит? Каму, в ту камеру на то, что сблизка. Я с ним увидел, что нигде ни с ничем не делаем. Каму, это какой-то... Какой глуп-хол, или... Я не знаю, как я могу сказать. Ютубер начинает задавать вопросы. Но ничего паранормального первое время не происходит. Затем цепь, которая висит на потолке комнаты, начинает раскачиваться, как маятник. Спустя 20 минут можно увидеть, как стул начинает двигаться, обращая на себя внимание. Было ли это движение реальным присутствием здесь бывших сотрудников и пациентов? Неизвестно. Когда парни пытаются об этом разобраться, то стул снова двигается. Но еще одна деталь, которую вы могли не заметить, как и сами ютуберы. Когда появляется странная полупрозрачная фигура в дверном проеме и проходит по коридору, то она напоминает женщину в платье, которая медленно проходит по заброшенной лаборатории. Ни о чем не подозревающие парни не прекращают свое расследование. Они перемещаются в место, которое называют инкубатором. Местная легенда гласит, что именно это место связано с ужасной историей о человеке, который подвергался пыткам перед своей смертью, которые проходили в инкубаторе. Каму? 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 Каму! Каму? Когда Дэнни начинает задавать вопросы, дверь одной из комнат начинает открываться. Движение продолжается какое-то время. Когда ютюбер хотел открыть свой чемодан, чтобы достать оборудование, стул справа от него начинал двигаться. Они решают забрать устройство и прекратить расследование, так как предполагают, что не на шутку разозлили духов и не хотят последствий. Может ли это все быть продуманной мистификацией? Или ютюберы реально засняли призрака человека, которого мучили в стенах этой лаборатории? Грустишь вечерами, потому что не знаешь, где почитать хорошие мистические новости? Ну почему? Не знаешь, какой фильм ужасов посмотреть на ночь? Ну как? Хочется немного эмоций, но хорошие мистические истории ты не можешь найти. Выход есть. Наш телеграм-канал. Обязательно подпишись. Ссылка в описании. Замок Армагеддона Следующее видео найдено на ютюбе. Девушка посещает замок Армагеддона в Теннессе в надежде запечатлеть паранормальные явления. Сам замок сейчас оформлен как музей, поэтому девушка спокойно может рассмотреть все, что захочет. Челси исследует огромный момент. уголки жуткого замка и слышит странный звук когда она наводит камеру на дверной проем то никого там не видит она решает выйти на улицу где идет дождь и не обращает внимание на окно замка посмотрите чье-то лицо будто выглядывает из окна хотя в этой части замка тогда никого не было зрители челси считают что она засняла настоящего призрака не подозревая об этом а вы как думаете авария следующее достаточно тревожное видео оставило много вопросов у того кто его снял мужчина проезжал мимо и заметил что автомобиль попал в аварию он вызвал полицию и пока не проводили расследование мужчина размышлял почему машине не оказалось людей куда они могли деться однако если мы посмотрим снятые кадры то увидим нечто похожее на ребенка в окне разбитой машины детское лицо кажется смотрит прямо в камеру несмотря на тщательную проверку полиции и автомобиля они не нашли присутствия кого-либо в нем или около него эти жуткие кадры вызывают множество вопросов согласитесь может ли это быть счета призрачное лицо может кто-то погиб в аварии и если да то почему никого не было обнаружено стрим следующее видео было найдено на реддит молодой парень проводил стрим его веб-камера засняла что-то в том все еще не может объяснить давайте посмотрим а вы видели буквально на секунду в кадре появляется что-то белое сам парень предполагает что-то было похоже на маленькую руку которая хотела дотронуться до него при этом его спальня была заперта а в комнате не было животных сначала он подумал что это может быть пылью но окно было закрыт и в комнате не было сквозняка поэтому он просит о помощи если у вас есть мнение о том что это могло быть то поделитесь им в комментариях контур в этом ролике мы видим маленького ребенка который пытается самостоятельно заснуть родители говорят что последнее время ребенок ведет себя очень странно по ночам и с кем-то разговаривает поэтому они решили установить камеру наблюдения после проверки записи они нашли подтверждение того что их сын действительно находится в своей спальне не один и 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 Кажется, что ребенок взаимодействует с тем, что выглядит как едва уловимый контур человека. Была ли это прозрачная фигура призраком? Пользователи высказали мнение о том, что это могла быть простая паутина, которая создала подобный образ. Белая тень Следующее видео найдено на Reddit. Кадры сняты камерой наблюдения около дома. Давайте посмотрим. Странная белая тень бежит за ребенком. Некоторые пользователи, которые посмотрели это видео, предполагали, что это могла быть собака. Однако, часть пользователей отметила, что это нечто было похоже на призрака. А как вы думаете, что это было на самом деле? Демон Ютубер в этом видео утверждает, что он столкнулся с демоном прямо в своей квартире. Он видит вещи, которые напоминают ему о паранормальном вновь и вновь. Первое загадочное явление, которое мы видим, когда мячик сам по себе катится по коридору. В следующем видео мужчина утверждает, что салфетка точно была на столе, но он снимает ее, когда она находится на полу. Нет, это не здесь. А... Что это? А, я думаю, что этот табл-мат... Я, как-то, 90% уверен, что табл-мат был на столе. Когда ютубер находится в столовой, его другу Бену становится не по себе, а затем стул сам по себе падает, пугая мужчин. В следующих кадрах ютубер считает, что он заметил что-то паранормальное. Мужчины не прекращают расследование, а уже ночью они слышат чьи-то шаги в доме. Что это в салфетку? Что это было, что-то салфетки? Я знаю, что-то уйдет. Заставка нафетки. Была, что-то интересно. Я смотрю, что я думал, что что-то мне кажется, что тут в шагу. Я жерю, когда я слышал что-то... О, это не все. Когда они идут проверить дом, то одна из дверей силой закрывается, действительно пугая их. В конечном итоге мужчины делают вывод, что это место населено призраками, а вы верите им? Ну что друзья, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира и мистики. Также как всегда напоминаю о нашем телеграм канале, если вы еще не там, то обязательно подпишитесь, ссылка будет в описании. Ну что, свидимся в новом ролике, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok